Всем привет, любители орхидей! Девочки, сегодня хочу вам показать две свои новиночки. Сезон открыт! Ой, ну кто любит орхидеи, тот меня поймет. Девочки, это что-то! Девочки и мальчики, эта прелесть ждала меня в цветочном магазине. Я просто была так рада этой находке, вы не представляете. Я зашла и сразу ее увидела, и у меня просто вот застыло все внутри. Вот эта красавица называется серфсонг, песнь прибоя. Она редко встречается. Вот в завозе в нашем этом цветочном магазине небольшом, я в не сетевом большом магазине была, а в маленьком частном магазинчике, она была единственная среди всего многочисленного завоза. Посмотрите, как ветвится у нее цветонос. Вот видите? И здесь, кстати, одна веточка отломана была, ну ничего страшного. Она у меня уже неделю, но ничего не сбросила, все нормально. Посмотрите, какой у нее цвет на тыльной стороне, цвет манго. Посмотрите, девочки, это сказка. Вот поставщик. Орхидея очень крупная, лист у нее будет довольно большой, видите, по сравнению с моей рукой. Состояние у нее неплохое относительно, но бывает и лучше. И вы знаете, что интересно? Есть еще один цветонос, но он пока еще замер. Вот он в пазухах листьев. Корешки неплохие. Один раз я ее пролила, потому что они приехали, я буквально на второй день на завоз забежала. И они были подсохшие, прям вот сухие-сухие. Я бегом пришла, ее аккуратненько попоила. Вот новенький корешок идет. Он, кстати, раскукленный, видите, растет. Обожаю эти корешки, зелененькие. Думала, название будет здесь, но здесь только паспорт закодирован. Название не написано, но понятно, что как можно ее не узнать. Смотрите, характерная особенность, вот эти вот три черточки по краям листиков. Вот она чем отличается от своих похожих собратьев, вот этими черточками. И серединка у нее такая, видите, интересная. Ну, соответственно, поворачиваете и вспоминаете манго. Кстати, вот этот вид орхидеи, этот сорт, этот фаленопсис на Востоке любят преподносить в дар, потому что этот цветок является символом богатства, удачи, процветания. В общем, он очень-очень популярен. В общем, ребята, теперь она у меня в коллекции. Будем за ней наблюдать, будем стараться подружиться с ней, но она просто замечательная. Вот на данный момент раз, два, три, четыре, пять, шесть цветочков раскрылись. Вот этот вот раскрылся у меня уже буквально за неделю, бутончик раскрылся. И вот он был очень маленький, я все переживала, думаю, неужели он так и останется маленьким, но он постепенно-постепенно набирает размер. И вот когда он раскрылся, он прям был такой, знаете, ярко-коралловый. И постепенно цвет становится более нежный и увеличивается цветок в размере. Ну, что я хочу сказать, эта орхидея, она, конечно же, имеет такую, знаете, особенность, она со временем, чем больше она расцвела, чем дольше она цветет, выцветают цветы. Но ничего. Главное, посмотрите на эту красоту. Главное, не загубить, девочки. Главное, не загубить. Вот это просто, это просто будет больно для меня, если что-то с ней случится. И, кстати, идет там из серединки листик. Ну, она как бы приостановила свое развитие и стоит на месте. Не пересаживаю, ребята, я ее сейчас, не трогаю, не беспокою. Потихонечку проливаю вдоль горшка, стараюсь не попадать на шейку. В общем, надо еще мне купить янтарную кислоту и протирать листики хотя бы раз там в месяц раствором янтарной кислоты, потому что это немножечко ее подпитывает в плане ее привыкания у меня дома. В общем, надо сегодня сходить и купить. Но вчера зашла в аптеку, садовые магазины все у нас закрыты, потому что карантин выходного дня и не было. Все говорят, что это все янтарку раскупили. Я говорю, сезон орхидеи открыт. В общем, ребята, ну и вы видите уже, мелькает на экране, у меня вторая красотка. На завозе было просто обилие дикого кота. Дикий кот, это просто, наверное, мои парни, мои сыновья, она, вот они в восторге. Так им понравился дикий кот. Посмотрите на эту бархатную роскошь, вот просто бархат. Он, конечно, красавец с такими лопушиными листьями. Он еще подросток, но уже на два цветоноса. И, кстати, девочки, на завозе было очень много палетов с котом. Я смотрю у многих девочек на каналах, все сейчас презентуют кота. Какой-то массовый котозавоз. Везде есть коты, появились коты, они полюбились коты. Смотрите, вот корешки есть, конечно, подсохшие, не очень мне нравятся, не совсем отличные у нее. Это другой поставщик, не совсем отличное состояние и корней поменьше в горшке. Видите? Ну, и вот, кстати, видите, что с листом? Я не знаю, что девочке делать, я его пока не трогаю. Это вот так вот он был в упаковке согнут. И когда я принесла домой, он почернел. И что хочу сказать, я выбирала, когда этот цветок. Было много цветов котов, которые, орхидеи котов, которые имели третий цветонос из точки роста. Вот для котов это, кстати, очень характерно и очень частое явление. И мне даже продавец говорит, возьмите на три цветоноса, возьмите. А я так раз, вот всегда внимательно смотрите. Я смотрю раз, говорю, а у вас же это же все, говорю, это все. Какое будущее? Я не знаю, как дальше. Прямо вот из точки роста был цветонос. Но так в целом состояние неплохое. У них у всех было плюс-минус такое же состояние. Это уже немножко я ее напоила. Вот она где-то дня 3-4 назад, как была мною полита. Видно, что субстракт там, конечно, очень влагоемкий, очень. Скорее всего, там, возможно, есть торфяной стакан, девочки. Я не рылась, не копалась. Не буду ее беспокоить. Но единственное, у меня вот кто подскажет, что с этим листом делать. Сразу его обрезать и чем-то обработать. Или пускай вот он так и остается. Если не будет ползти наверх, не трогать ее, не травмировать. Пускай забирает отсюда, из этого кончика все полезные вещества, что там есть в нее. Не знаю, девочки, как с этим листом быть. Конечно, это смотрится чернота не очень. Надо, наверное, чем-то обработать, я думаю. Не знаю. У меня вот таких вот вариантов. Это первый раз. Он либо под... Но он был вот так вот сломан, видите? Вот он был сломан. Ну, вообще, конечно, красавчик. Посмотрите, у него с обратной стороны какой оливковый цвет. Такой, смотрите. Пока у меня бутоны не открывало, но ничего не сбросил. Хотя я немножко поволновалась. Стояли палеты с цветами на плюс 10 на улице возле магазина. Часть цветов стояла в магазине, часть на улице. И я думаю, боже, они же замерзли. Но ничего. Ничего не сбросил. Все нормально. Корни тоже были сухие-сухие. Прям сухие, а штарахтели. И, в общем, переживаю за них. Бутончики дуют, потому что бутончики были меньше, когда я купила его. Сейчас он красавчик. Вот такой вот котик. Будем тоже пытаться подружиться с ним. Вот, ребята, вот такие две мои новиночки. Они просто суперские. Следующее видео вам сниму и покажу вам, что у меня происходит с моей коллекцией. Она немногочисленная. Всего лишь 13 фаленопсисов. Но у меня там уже, девочки, цветут. Не цветут, а буйствуют цветоносы. Цветоносы буйствуют. Все орхидеи, практически все у меня выбросили цветоносы. В общем, надеюсь, что в этом году, к Новому году, я буду с красивым цветением. Все, ребятки. Всем пока. Всем любителям орхидеи. Большой привет. В общем, вот такие вот мои две новиночки. Я думаю, что это не совсем сложные сорта. И что они адаптируются у меня. И со временем я их пересажу. Я не сторонник сразу же их пересаживать. Я сторонник того, чтобы они вот в этой своей посадке адаптировались к моим температурным и условиям влажности. Потому что сейчас у нас вот, видите, радиатор. Здесь они у меня не стоят. Они у меня стоят в кухне, потому что надо шлебоваться пока цветение на подоконнике. И стараюсь близко к окну их не пододвигать, потому что к стеклу. Потому что боюсь, чтобы они не подмерзли. Все, ребят, всем пока. Всем красивых цветущих орхидей. Редактор субтитров А.Семкин